Винсент Килпастор. Школа стукачей. Глава первая. Алишер. Все мы — рецепторы, щупальцы гигантского осьминога мозга. Он раскидал нас во все стороны, а мы ползаем тут и собираем для него разные впечатления. Осьминог холоден и беспристрастен. Ему все равно, как и откуда приходят данные. Ему все равно, когда в ходе сбора информации мы обжигаемся, колемся, режемся и разбиваем друг другу сердца. Чем тюрьма похожа на кинотеатр? Тоже вечно не знаешь, с кем рядом придется сидеть. Я уже вот пятый месяц в таштюрьме и готов подписаться под каждым словом этой невеселой шутки. Чудовищное неудобство тюрьмы заключается не в том, что туалет, кокетливо отгороженный застиранной простыней, которая не экранирует ни звуков, ни запахов, расположен прямо в камере. Это смущало только храброго немецкого авиатора Матиаса Руста. Когда его освободили из русской каталажки, немец в первом интервью так и сказал. Вертель нет, но два последних года я просидел в туалете. И не в том неудобство, что в камере, рассчитанной на 10 мест, нас лежит 46 человек. Это особенно заметно в разгар ташкентского лета, в момент, когда в камеру влетает через кормушку 46 металлических мисок кипящего борща. И тогда можно наблюдать, как на твоих глазах из кожи медленно материализуются бисеринки липкого мутного пота. И вовсе не психологический дискомфорт от того, что не видно лиц собеседников. Очки ведь мне так до сих пор и не вернули. Даже не тот шокирующий момент, когда, пойдя в туалет по малой нужде, ловишь у себя в трусах свою первую в жизни бельевую вшу. И все никак не можешь ее раздавить, пока не додумываешься, наконец, зажать ее между ногтей. Скафандр у вши крепок, как у ручного рака. Нет, самое непереносимое в тюрьме – это то, что ты лишен возможности выбирать свое окружение. Если тебе глубоко отвратительны те, которые тебя окружают, ты не можешь просто развернуться и выйти в другую комнату. Камера сейчас – весь твой внешний мир. Каждый день видишь, как другие 45 спят, едят, испражняются и всяческими ухищрениями выманивают друг у друга. Табак. Всех режиссеров театра «Абсурда» необходимо сажать хотя бы на месяц. Творческая практика. В хате нет никого, с кем бы я мог быть самим собой. Говорить на своем языке и на свои темы, и это сильно угнетает. Чувствую себя, как на предметном стекле микроскопа круглые сутки под наблюдением. Именно этот психологический дискомфорт и отсутствие возможности побыть наедине с собой, я уверен, расшатывает нервы и накладывает на отсидевших пожизненную печать истерии. Мизантропия – это второе распространенное профессиональное заболевание от бывших. Она – естественный результат наблюдения за разными человеческими особами в стесненных жизненных условиях. Увы, когда обстоятельства опускаются на уровень элементарного выживания, цари природы и венцы творения напоминают загнанных в банку пауков. От этого, наверное, происходит и зековский культ паука. Их изображения колят на коже. А стоит членистоногому представителю заползти в камеру, его жизнь и благосостояние охраняется с неусыпностью, которой могли бы позавидовать священные коровы в Индии. До тюрьмы, встречая нового человека, я сразу начинал искать его лучшие качества, чтобы он мне поскорее понравился. Теперь все с точностью до наоборот. Любые недостатки человека принимают в моих глазах гигантские размеры, и я тут же выношу ему обвинительный приговор. Мизантропия – тяжелая ноша. С каждым годом людей вокруг меня остается все меньше и меньше. Скоро я останусь наедине с собой, и по логике развития болезни возненавижу от всей души уже самого себя. Еще одно качество, что я приобрел, уже, думаю, в индивидуальном порядке, – это легкая форма шизофрении. Та ее часть, что вызывает социальную дисфункцию. Ни одному обществу в мире теперь не удается сделать из меня нормального члена. Я не верю никому и ничему и представляю слабое звено и пятую колонну всего прогрессивного человечества. Спросите, откуда у тебя недоучки такие глубокие познания в практической психиатрии? Да все оттуда же, из тюремной камеры. В силу переполненности тюрем ремонт там делать просто невозможно. А куда деть на время ремонта пассажиров? Поэтому зэки убивают время, занимаясь благоустройством. Вместо обоев стены обычно оклеиваются страницами, вырванными из книг. Это называется образовать хату. В нашей хате стены образованы учебником практической психиатрии. У учебника нет начала и конца, фамилия автора мне неизвестна, но я до сих пор считаю его близким знакомцем, отсидевшим вместе со мной в туалете целых девять месяцев. Я прочел его труд, если не от корки до корки, то уж от стенки до стенки. И обнаружил у себя большинство описываемых симптомов, представляющих угрозу для общества социопата. Неизвестный автор учебника, пока мой единственный, не считая Алишера друг. Алишер сидит в другом крыле, и встречаюсь я с ним только по дороге в суд. Поездка в суд — это настоящий праздник, как Новый год или день рождения. Я уже девять раз ездил на суд. Не потому, что меня никак не могут окрестить. В Узбекистане суды и выборы проходят как по маслу. Нет. Просто до меня все не доходит очередь, а я и не спешу. Все равно окрестят рано или поздно. А срок считаются дня ареста. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Поездка в суд — это возможность на целый день улизнуть из хаты, нажраться вольнячки, а если повезет, то напиться или обкуриться до полужидкого состояния. Анекдот о том, что наркоман приходит в себя в зале суда и пугается собственного конвоя — «Опаньки, менты!» — это, я уверен, быль. Подсудимые в суде в нашей стране трезвы крайне редко. Присутствовать на этой процедуре без наркоза противопоказано. Обычно человек или уже передал через адвоката взятку, или понял, что таких денег ему не собрать, и в любом случае результат судилища уже известен с большой точностью. Зачем же просиживать штаны по трезвику-то? Когда вас заметут, помните. Следователи, прокуроры и судьи — ваши наипервейшие враги. Не верьте ни одному их слову. Это андроиды, запрограммированные на увеличение количества ЗК. Держите ухо востро и ищите слабости в их программной прошивке. Может, удастся их ломануть и перезагрузить. Иначе по полной программе загрузят вас. Считать, что этот милый человек в костюме, которого вы видите второй раз в жизни, печется о вас и ваших интересах — это, простите, форма идиотизма. Поэтому главное выезжено судилище для меня, уже познавшего АЗ-системы, это, конечно, встреча с Алишером. Он на пару лет меня младше, но гораздо выше ростом. Несмотря на молодость, Алишер объездил половину земного шара с балетной труппой театра имени Наваи. Если вы бывали в Ташкенте, то не могли не обратить внимание на это величественное, построенное японскими военнопленными, здание в центре. Общение с Алишером — чистый кислород после прогорклой тюремной махры. Конечно же, я сноб. Алиш — солист академического театра, а не какой-нибудь тракторист из Наебджанского района Кумушканской области, укравшую соседа полуживую корову. С Алишером я могу говорить о чем угодно и быть собой, без страха перед людской подлостью. Этот урок быстро усваивается в тюрьме. Не спеши выворачиваться наизнанку, могут плюнуть или легко вытереть от тебя ноги. Говорите меньше, слушайте больше. Мы, тяжеловесы, нам грозят большие срока и судит Таш Горсуд. Поэтому нас возит один и тот же Воронок. Первичный шок от тюрьмы уже позади, и мы ездим на Воронке, будто это рейсовое маршрутное такси. Алишера уже который месяц судят за убийство. Женщину, с которой он жил, и которая была старше его на восемь лет, нашли убитой. Тюремный этикет не позволяет расспрашивать о деталях дилюги. Кроме того, я уже ветеран системы, целых девять месяцев по тюрьмам да по пересылкам, и я уже хорошо знаю, что практически любой скажет, что в тюрьму попал ни за что. Или чаще всего не за хуй собачий. Это неправда. Все мы здесь. Падшие ангелы. Мне светит с восьми до пятнадцати, Алишу с десяти до высшей меры, или, как здесь говорят, зеленке. Сейчас мы сидим на вокзальчике в ожидании Воронка и эстетствуем о том, как бы написал свой палп-фикшн Квентин Тарантино, окажись он в одной камере со злостными дехканами, похитителями кур из Аккургана. Любопытно знать, когда же начнут катать на суд звезд узбекского хип-хапа, группу Аль-Вакиль, тех, кто замочил не менее известную местную поп-певичку. Они тоже где-то здесь, вроде отсиживаются в санчасти, может и нет. Болеть в санчасти этаж тюрьмы могут только состоятельные люди. Алишер считает, что Аль-Вакилям выделят отдельный воронок от узбек-концерта. Элвис уже покинул здание, добавляю я. Жаль у Алишера другой судья, и в суде нас расквартировывают по разным хатам. Когда вся жизнь обрушивается вокруг нас, родственные души – это единственное спасение. И на этот раз народный суд не выносит мне приговора. Проболтался, проходил кругами весь день в их подземном боксе. Думал, а чего же она не приедет на суд? Ну что, убудет от нее? Да какая там Сибирь? Даже в суд прийти не нашла часок. Вот и все. Еще один день в горсуде. Уже сижу в воронке. Жду Алишера. Я знаю, его мама принесет несколько пятидесятиграммовых бутылочек скотча, и он обязательно прибережет одну, а то и две для меня. Надо выдохнуть воздух, как мастер Тай Цзи Цюань, запрокинуть вверх голову и влить в себя бутылочку целиком. Вот. Привели замначальника стройтреста. Воровали все? Ну, посадили его, потому что он Александр Соломонович Левин. А более воровских данных и придумывать трудно. Это вам любой следователь обоснует. Привели насильника-маньяка, сильно похожего на Фиделя Кастро. Его погубила страсть к девушкам, которым за семьдесят пять. А вот и солдатик, перестрелявший полказармы в ночь принятия присяги. Долго, долго терпел издевательства, ждал, пока дадут автомат. Копил злость. Ташгурсуд — не мелочная районная забегаловка. Кадры сюда привозят. Приживописные. Нет только Алишера. Почему-то до сих пор нет. Воронок уже под завязку. Странно. Ага, вот, вот в дверях появилась наконец его макушка. Почему же он в браслетах? Так набрался, что они боятся браслеты с него снят. А зачем его пихают в стаканчик? Это, наверное, скотч ему двинул в голову или он просто переволновался. Часто из зала суда люди буквально выползают. Дело в том, что когда вас только посадили, вы у мамы пирожков просите с картошкой. А ко дню суда вы уже законченные антиобщественные элементы клянчите водку, опиум, деньги и план. В передней части воронка есть вертикальный металлический ящик размером с холодильник. ВИП-класс для невменяемых, сумасшедших или особо опасных. Вообще, в особо опасное попасть чрезвычайно легко. Я украл крупную сумму денег. Это подразумевает часть статьи с максимальным наказанием. Инфляцию-то ведь никто не учитывает. Только за этот факт я и числился в розыске как особо опасный. Это мне льстит. Быть особым всегда приятно. Солдаты запихивают Алишера в стаканчик и воронок медленно трогается с места. — Нма болды, алишер джан? — спрашивает любопытный Фидель Кастро. — Зеленький болды. Из стаканчика слышен только голос Алишера с извиняющейся такой интеллигентской ноткой. Простите, мол, за плохие новости. А еще в его голосе удивление и растерянность. Кажется, он еще не понял до конца, что произошло в этом огромном, так непохожем на театр новои, здании. Все разговоры воронки прекращаются. Стаканчик теперь как гроб с телом покойника. С нами едет покойник. Три человека. Народный суд, которые видели Алишера только четыре раза в жизни, решили, что он достаточно пожил и теперь должен умереть. Надо бы подойти к стаканчику. Сказать Алишеру что-нибудь ободряющее. Интересно, интересно, что ободряющее сможете вы сказать человеку, которому сказали, что скоро на законных основаниях он получит пулю в затылок? Что тут сказать? Даже смертельно больного можно обнадежить. А что мне сейчас сказать Алишеру? До самой тюрьмы в Воронке никто не проронил ни слова. Это был один из тех дней, которые вы помните и таскаете с собой всю жизнь. Сейчас уже 21 век, а люди до сих пор спорят о необходимости смертной казни. Часто после сытного обеда, за столом, лениво, часто горячо в компании предвыборных обещаний. Простым решением вопроса было бы просто заставить сторонников казни самим приводить приговор в исполнение. Можно после сытного обеда, можно перед чтением списка предвыборных обязательств. Пусть посмотрят Алишеру в глаза или сами пустят пулю ему в затылок. В несправедливости законов виноваты все, кто считает себя человеком, а не какой-то там мифический парламент. Общество спорит о необходимости смертной казни, а я не могу согласиться с тем, что людей вообще сажают в тюрьму. Я не хочу оправдывать преступников. Я достаточно провел времени в этой среде и знаю, наказывать надо было большинство из нас. У меня нет предложения по этому поводу. Я просто против. Хотите готовых рецептов, тогда вам не сюда. Знаете, после отсидки в тюрьме я уже никогда не смогу ходить в зоопарк. Стыдно. Стыдно смотреть в глаза животным в клетках. Их посадили на пожизненный срок без суда и права апелляции. Что-то унесло меня мыслями вдали неведомое в лакло. Это потому, что чайку крепачку с утра еще не принял, а надо бы мысль собрать в кучу. Вот дельшот, библиотекарь, наверное, чай-индийский купчик попивает с узбекскими народными конфетами парварда. И сам похож на эдакого купца. Сытый, ленивый, довольный собой и прилизанный. Я бы с ним чайку попил сладкого с сахарком. В зоне сахар под запретом. Но знаете же, чтоб бралу не мутили. А у дельшота под деревянным полом библиотеки целый погребок. Начка. Там и сгущенка, и тушенка, и сахар, и даже настоящие рижские шпроты. Шпрот на Новый год. Дельшот иногда подолгу нежно любуется баночкой и прячет ее обратно в начку на Новый год. Я себе, похоже, Новый год уже обосрал. Буду наряжать нарядную вместо елки. А как в библиотеке все было в жилу? Вот ведь что имеем, то не ценим. Слишком легко досталось без больших напрягов. Меня в библиотеку определил сам хозяин. А вы думали? Я сходу там карьеру начал лепить. Как этап в зону вогнали, сразу ему на глаза попался. Я умный. После двухнедельного карантина нас вывели в жилую зону. О карантине у меня сохранилось только одно воспоминание. Мы выщили скамейку и, предварительно измельчив, курили ее с наслаждением выпуская огромные клубы сизого дыма. Содержание никотина в скамейке является величиной крайне спорной. Скорее, курили, чтобы убить время, а не удовлетворить потребность в яде, немилосердно убивающим лошадей. Если вы провели в тюрьме хотя бы месяц, цвет вашего лица становится молочно-белым. Этого нежного эффекта не добиться никакими дорогими кремами. Вновь прибывших в зону всегда узнают по этому туберкулезному цвету лица и одежде, которые вам очень стараются выдать не по размеру. Этапников выстраивают полукругом перед одноэтажным кирпичным зданием, похожим на обычное здание школьных мастерских. Мы ждем распределения по баракам, в которых нам предстоит провести ближайшие несколько лет жизни. Выбритые тупым лезвием, в одинаково дешевой хэбэ-одежде, мы похожи на счастливые жители северокорейской деревни, пришедших на встречу с дорогим товарищем Ким Чен Иром. Я много видел фильмов, как перед новоселами в зоне выступает чин со злым лицом, угрозами и злой собакой на поводке. В нашем же случае появляется человек совершенно гражданской наружности, в свитере, который носит и мой отец, и в роговых очках. Геолог, наверное, думаю я. Или завклубом. Завклубом начинает говорить. У него мягкий голос и манеры слабохарактерного человека с беспокойной душой. Вы прибыли в папскую колонию сильного режима 64-32. Ого! Папская? Да мы в Ватикане, догадываюсь я. Обязательно напишу об этом книгу и название уже есть. Папские нунции. Это будет бестселлер. Правила внутреннего распорядка этот зэковский устав мало изменился со времен Лаврентия Берии, хотя версию, которую зачитывает нам сейчас геолог, подписал министр Щелоков, сам впоследствии осужденный и лишенный звания героя социалистического труда. Поэт Щелоков, который однажды скажет очень глубокую, хотя и противоречивую фразу. Работа милиции, как и искусство и литература, призвана внушать людям непоколебимый оптимизм, веру в лучшее проявление человеческих душ, стремлений, желаний и помыслов. Такой вот он был весь легко ранимый главный мент великой страны. Ежовы, Берии, Щелоковы, сколько министров внутренних дел закончили с пулей в голове. А значит, не им меня судить. Вообще, тот факт, что правила поведения для осужденных преступников пишут другие преступники, и есть, по-видимому, то самое зло, из-за которого наша система так и не стала исправительной. Бегло, прочтя правила на русском, завклуб переходит на узбекский и повторяет те же угрозы о невероятно страшных последствиях, которые ждут нарушителей Щелоковых заветов. И тут я узнаю, что пап по-узбекски звучит поп. Зона наша на самом деле попская, и хотя налет религиозности остался он более поповский, чем папский, у меня украли мою нерожденную книгу. Завклубом интересуются, нет ли у кого высшего образования. Видимо, для участия в художественной самодеятельности вступать в сотрудничество с администрацией считается крайне дурным тоном. И если вы планируете стать вором в законе, это может навсегда испортить ваше резюме. И все же я поднимаю руку. Графа Монте-Кристо из меня все равно не выйдет. Кроме того, я недолюбливаю блатных. Они хотят, чтобы я соблюдал воровской закон. А я не хочу соблюдать воровской закон. Я переступил через закон гражданский, чтобы, оказавшись вне закона, в зоне, начать вдруг соблюдать какой-то другой, опять же, навязанный мне большинством закон. Как говорил святой апостол Павел, пока не было закона, не было и преступления. Старик, похоже, тоже был не подарок. Хотя, признаться вам честно, это только официальная версия причины моей сученности. Основная же, это тот самый случай, когда меня остановили во дворе поликлиники двое крепких парней. В классе так в шестом. Мне кажется, нужна была справка, чтобы записаться в какую-то идиотскую секцию или кружок. Парни заставили меня сидеть с ними на корточках минут двадцать, пока выясняли, кто я есть по жизни. Как вскоре выяснилось, мой пожизненный статус абсолютно не соответствовал новеньким красно-белым румынским кроссовкам, купленных матерью за неделю до событий. Ноги от непривычного тогда сидения на корточках затекли намертво, поэтому, чтобы снять коры и передать лучшему представителю идущих по жизни, мне пришлось сесть жопой на асфальт. После этой встречи, услышав от людей что-то вроде правильных понятий, мне сразу хочется сделать им какую-то гадость. Пацан я неправильный. И так, под недовольные взгляды соседей построю, я поднимаю руку. Предатель, стукач, сука! Я заявляю, что с отличием окончил Ташкентский институт иностранных языков, что значится и в моем личном деле, с моих же, впрочем, личных слов. Да какая разница, с какого курса меня выперли? Дипломов при поступлении в тюрьму, к счастью, не спрашивают. Хотя, в некотором роде годы за решеткой это, безусловно, своего рода образование. Геолог завклуб, исходя из совершенно скрытой от меня логики, спросил, ты компьютер сможешь подключить? Человек явно находился под впечатлением, что в Иньязе нас обучали управлять всеми видами автотранспорта, стрелять из всех видов стрелкового оружия, приемом боевого джиу-джитсу и, разумеется, созданию локальных компьютерных сетей. Ну, куда ж без этого? Я уже сделал шаг из строя и чувствую не самые добрые взгляды у себя на спине. Поэтому шагать я могу только на одну клетку вперед. Я пешка. на чужой доске. Конечно, говорю я с таким уверенным тоном, как будто только и делал, что всю жизнь подключал компьютер. Человек в очках делает пометку в блокноте и говорит, тебя вызовут. Этим распределение по баракам заканчивается. Дорогу в мой барак мне указывает парень лет двадцати. В отличие от моей лысины у него короткая стрижка. Я на дыр нарядчике, тянет руку он. А я специалист по компьютерам. На дыр нарядчик начал изучать русский, только попав в зону. Его речь полна довольно смелых, а порой даже поэтических оборотов. Ты сын Аскаров? Спросил он меня сразу после этого. Какого Аскарова? Хозяин Аскаров. Какой хозяин? Ты сейчас говорил хозяин же возле штаба. Так значит, человек в очках не завклуб? Хозяин? А я так развязанно с ним держался. Это был не геолог, а ужас. Хозяин это начальник колонии. Еще из инструкций, полученной в городском управлении милиции от Радика, я знаю, что власти у хозяина в зоне больше, чем у Кастро на Кубе. Аскаров? Хозяин? Аскаров? Да? Хозяин? А ты его сын? Ты сын Аскаров? Откуда ты взял, что я его сын? И он очки охотит, ты очки охотит. Ты Аскаров сын. Он тебе хороший барак куды, да? 17-й барак хорошо. Логика у Надыра железобетонная. Раз я ношу очки, так же, как начальник колонии майор Аскаров, значит, я его сын. Грехи молодости. Ладно, сын так сын. Иметь в зоне отца хозяином не самый худший вариант. Люди эксплуатировали звание сын лейтенанта Шмидта, а я с первых дней стал сыном майора Аскарова. К этому надо добавить, что тогда о компьютерах я знал гораздо меньше, чем сейчас. Все, что я умел, это включить компьютер в розетку и, затаив дыхание, смотреть, как мистическим образом происходит загрузка Windows. Через два дня меня вызвали в штаб. Теперь я увидел отца в форме со всеми регалиями и в пиночетской фуражке нового образца. У майора Аскарова было два огромных как аллея для игры в боулинг кабинета. Один за зоной для гражданских, другой в зоне для решения царственных вопросов по управлению колонией. Во втором офисе он бывал лишь два раза в неделю, чтобы вершить суд над нарушителями и мягким голосом материть офицерский состав. Этот офис и поступил в мое полное распоряжение. Каждый день после утренней проверки я приходил туда с умным видом и, закрыв дверь за собой, подолгу грелся у батареи. Сына Аскарова старались не беспокоить. Чтобы распаковать коробки и соединить между собой провода, у меня ушло восемь дней. Все шло превосходно. Портило мне жизнь только то, что компьютер никак не хотел включаться. Вернее, лампочки-то загорались, никак не появлялся из таинственных недр компьютера. Я начал считать дни до разоблачения. Этот компьютер мне не подключить никогда. Помощи ждать ниоткуда. Я стал думать, каким же жестоким образом Аскаров расправится со своим лжесыном. Хозяин убивает своего сына. Так и запестрелись заголовки отрядных стен газет. У меня столько времени было на воле научиться распаковывать компьютеры. А я чем занимался? На меня нахлынули волны глубокого раскаяния. Ну, бог не фраер. Посла мне со следующим этапом начальника вычислительного центра какого-то завода в Черчаке. Мужик Андрей Павлович оказался трубовой. Хотя и мудак, конечно. Макара дома держал незарегистрированного. А это в Узбекистане, где тогда лепили пятнаху за простой автоугон, ну, совсем было глупо. Вхуярили кибернетику девять лет у селухи. Да, еще и ногу прострелили на задержании. Задели кость. Он приковылял в пап на костылях. В зоне Павловича сразу командировали мне в подручные. Еще один компьютер поймали, да? Сообщил Надыр. Так что комп Андрей Павлович запускал, а в библиотеку по своей великой милости хозяин меня определил. Павловича засунули в переполненный барак с трехъярусными шконарями. Первое время я, помнится, бегал к нему, таскал курева, чаек, а потом забросил совсем, закрутившись и полностью сосредоточившись на собственном выживании. Это была первая подлость в длинной череде больших и мелких подлостей, совершенных мной в ходе отмотки. Это был успешный экзамен для поступления в школу стукачей. А в библиотеке в то время уже ехал с комфортом один пассажир господин Дельшот благородная кровь аристократ имомовский братишка имомов это зампорор вторая фигура после отца чуть меньше власти чуть больше тайных возможностей ферзь красный кардинал заместитель по режимно оперативной работе страшный человек зампорор зоне это лаврентий берия при стареющем вожде может все абсолютно все 90% зоновской блатоты его агентура хочет душит душит зону воровскими понятиями разборками как она есть хочет превращает в рай наводнив через блатных дешевой наркотой одно слово зампорор воплощение власти силовик прокуратор на Ниссане Дельшот по слезной просьбе мамы горячо любимой убил своего пахана такой вот бытовой фрейдизм без особого как я понял сожаления убил угостил добрым армянским коньяком а потом запинал папу до смерти всякими нагасаками боевого карате фул контакт папа платил за уроки с пяти лет чтоб сынок гармонично развивался последний путь папы Дельшота пролег бесславно через мусорный мешок багажник Дельшотовской шахи и окончился было в ташкентской речушке Анхор а нет папа тоже упрямец был еще тот даром что ли маму так заебал возьми да и всплыви метрах в трехстах от здания узбекского совета министров смогли бы вы такое замять даже за большое бабло короче крузанулся Дельшот по полной но мам то добро помнит наезжает каждый месяц отстегивает ему как положено и по-моему еще и отстраивает походу за эти ее скорбные труды Дельшот едет в зоне абсолютно не с хера все ему в зоне похуй не ебись мужики по двести душ бараки ютятся а он жжет в кутуб хане это так узбека в библиотеку называют кутуб хана сами представляете какие шедевры в шараге с таким названием в стиле любовной переписки ангельса с каутским но Дельшот как вы уже поняли наверное совсем не книжный червь он библиотечки закроет с утреца и давай ногами ура мамаши лупцевать по капиталу то Карла Маркса потом в обед поджарив себе на Машке мясца предается сиести Машка это электроплитка запальная хрень спалите с Машкой будут такие же головники как и с машинкой героина запал есть запал Машки вне закона а у Дельшота Машка открыто стоит во как он написал тушью красивую опись инвентаря заполучил с поклонами августейшей вензель и Момова и теперь задняя часть библиотеки превратилась в кухню гурмана чтоб книги не отсырели поясняя Дельшот молодым офицерам практикантам везде сующим свой нос и не познавшим еще суть вещей в зоне и тут в устоявшийся порядок вещей вдруг рывается какое-то чмо с последнего этапа я в робе на три размера больше чем положено с плохо выбритым тупой мойкой скальпом слегка перекошенных очках с толстыми стеклами и кто шутку-то сыграл хозяин тут даже и Момов не в силах помочь покряхтел Дельшот разбил себе со злобой об стену кулаки а хули делать хозяин повелел о своем сыне позаботиться разумеется Дельшот попервой принял меня за козла думал я за подвиги сучьи добился высокого назначения когда узнал про компьютер догнал что я ботаник беспонтовый и долго от всего сердца смеялся и надо мной и думаю над администрацией он знал что комп провалялся в штабе месяца три в поселке не нашлось своих билгейцев а из Ташкента выписывать кудесника постеснялись и тут посадили наконец компьютера меня мистера Ес Гарри Гудини папского района на Манганской области ну хрен с тобой живи только вот что занимайся со мной английским по часу в день понял да как же как же с превеликим нашим удовольствием я знаете какой классный специалист по английскому глухонемой через месяц заговорит как BBC заодно привел в порядок читательские формуляры переставил книги по каталогу и даже написал статью в межзоновскую многотиражку время под фамилией Дельшота разумеется типа будни библиотекаря просветителя твердо ставшего на путь исправления библиотека это прекрасное место чтобы отсидеться по приезду в зону я провел в тюрьме год нормально там адаптировался но приехав в зону где совсем другой порядок вещей несколько обосрался библиотека стала мне спасительной крепостью стартом в новую жизнь приходил туда с подъема и торчал до самого отбоя вскоре Дельшот перестал обращать на меня внимание я полностью взял на себя ответственность за работу с читателями которые тоже были рады перемене теперь их стали пускать вовнутрь из всей марксистско-ленинской майн камфи я выфильтровал пару десятков вполне читабельных книг в основном русских и зарубежных классиков и выставил их на видные места представлял себя тогда русским хранителем музея из белого солнца пустыни эдаким очкастым чудаком застрявшим в Азии после гражданской войны а таких чудаков обычно не принимают всерьез и вообще не обращают внимания что мне и нужно было не люблю избытка внимания к моей скромной персоне так спокойней в тюрьме люди обращают на вас внимание только в одном случае когда им что-то от вас надо хотя боюсь на свободе тоже благодаря ежедневным урокам английского для дельшота он взял меня на полное довольствие то есть накладывал мне в миску узбекской шурпы в обед и плова или жаркопа вечером после зоновского пердючего супа с репкой и синеватой рисовой каши полной как млечный путь камней эта жратва таяла по капле у меня во рту дельшот как и большинство узбеков прекрасно умел готовить а долгими вечерами побродив где-то между книг среди своих многочисленных начек дельшот возвращался к задней стене библиотеки с маленькой пяточкой ласковых шишек выкурив ее мы начинали готовить жратву на завтра аля макаревич вернее готовил он а я только резал все чистил и внимал сперва прокалишь масло как следует тут масло хуевое пусть дым пойдет теперь вот колечко лука брось туда оно все дрянь в себя впитает и мясо это тоже подольше жарь они сюда из стратегических хранилищ списанное мясо возят я один раз печать видел звезда типа пентаграммы сатанистов и надпись 1962 год хуеть кальдеман эти коровы помнят хрущева им бы в музей а мы их тут мурцуем по обкурке хрущевые и надпись Как защищать диплом? Дело в том, что в зоне регулярно шмонают каждый барак. Вас могут обшмонать несколько раз в день. Остановить, как останавливают машины-гаишники, и обшмонать. Это хорошая школа прятать запретные, запальные вещи. От спирали для машки до денег и наркоты. Когда приходят шмонать библиотеку, дельшот встречает ментов у входа с баблом и распростертыми объятиями. Посидев для понта минут двадцать и швырнув на пол пару книг, менты уходят довольны. Обыск произвели, полезных ископаемых нет. Таким образом, дельшот утрясает шмон. Это снискало библиотеке славу стабильности швейцарского банка. Почти все фаршированные и осужденные по хозяйственным статьям маслокрады хранят свои пухлые котлетки в дельшот банке. Он не только кулинар, он папский банкир. Крутит чужим баблом, рвет проценты посудам из-за хранения. Храните деньги библиотеке. Семь процентов годовых. Причем вся эта деятельность ради искусства, хобби. Мог бы ведь и так ехать на маминых гривах. Я тоже начинаю расслабляться. Зона хуйня какая. Прекрасно можно сидеть. Замечательно можно сидеть. Книги. Их неповторимый запах. План. Питательная усиленная диета. Жизнь чудесная штука. Эх, еще бы баб сюда пускали. И все. Правда, сроку мне впаяли восемь лет. Беспредел. Но я уже раскусил, как узбекская система работает. Денег кормить у меня у Каримовской казны в обрез. Поэтому каждый год по любому маломальскому значимому поводу дают амнистию. Хуяк. И сняли год полгода. А это что значит? Значит, годика через четыре я и выйду на свободу с кристально чистой совестью. Хорошо. Кому тюрьма. Кому дом родной. Правильно говорят. Жизнь прожить не поле перейти. То же самое и со сроком. Не расчувствуйтесь, друзья. Не зажритесь. Сытая брюхо к работе мозга глухо. А это хуево. Чревато. Святое место, как говорится, надо беречь. Как-то чищу я вечерком картошку на ужин. И вдруг стук ментовский в дверь. Почему ментовский стук? А потому что зэки стучат тихонько, вежливо, костяшками пальцев. А менты хуярят дверь кулаком. Бум-бум. Менты. Одно слово. Заходит надзор. Мне видно его ноги через щель между книгами. И давай что-то тереть с дельшотом на узбекском. Ну, я не все, конечно, понимаю. А понял только одно. Надзор хочет купить жене сапожки. Леня Голубков, сука. А бабла нет. Вот и просит дельшоты пихнуть что-то для него. Сваливает. А дельшот приходит назад с огромной шпонкой шишек. Грамоты к двести. Не меньше. А шешмана. Золото на Манганской области. Окпар. Белая семечка. Семян очень мало, а те, которые есть, огромные и белого цвета. Запаха почти нет. Окпар. Психоделическая термоядерная бомба. Пока дельшот гасит шпонку за Гаргантюа и Пантагруэлем, я леплю косово. Окпар. Да будут благословенные сапожки жены надзора. Вот этот окпар и загоняет меня в нарядную. Сначала я крысил по паре шишечек в день, чтобы время быстрее шло до вечера. Потом вошел во вкус и стал приторговывать белым паром за спиной у дельшота. Жадность фраера погубит. Знакомых-то у меня тогда было мало. И вся моя клиентура, совхоз Барака Али и коптерщик Джабур, похвалили дельшоты за качественный акпар. Он просто охуел от такой неслыханной наглости. Закрыл поплотнее дверь библиотеки. Отошел подальше, чтобы не было соблазна сломать мне пару ребер. И сказал, что срока у него тринадцать. По его статье пятнашка потолок. Поэтому если он сейчас меня ёбнет, ему только два года добавят. А это уж похуй, тринадцать или пятнадцать. Все равно выйдет на волю через семь. Хочешь досидеть живым? Меняй прописку. Вот и стою теперь, как Тритополь на Плющихе, на этом ёбаном разводе. Я нарядчик, указчик, счётчик, лекарщик. Перекличку делаю. Итбоев кельбой! Итбоев кельбой! Здесь. Бабаханов нас руло! Бабаханов нас руло! Здесь. Мамашарипов Абдуразак! Мамашарипов Абдуразак! Шурдайкен! Наебчёнов горы Мирза! Здесь! Но, блядь, эти пожи в тридцать третьей бригаде насажали, блядь, контингент. Химучасток, смертники ебучие, рожи смуглые от лаковых испарений. Чёрти! Туранчоксы! Когда готовые галоши покрывают лаком, их вулканизируют в печи, ещё блястели. Простые парни, гальбой, нас руло, Абдуразак, помогают обувать Узбекистан. Их труд вливается в труд Дехкан Республики. Беру пачку карточек другой бригады. Четырнадцатая. Лаковарка. Перекличка продолжается. Я нарядчик. Идиотское название. Нарядчик, подрядчик, приказчик, обращик. Нарядчик – довольно специфическая специальность. Попробую разжевать для тех, кто пока на свободе. Зону обычно делят на две части. Жилая зона и промка. Промышленная зона. У нас промка – это флагман узбекской резиновой промышленности. Гондона, правда, тут не делают. Тут делают калиш, галоши. Поэтому для тех, кто сидит в нашей зоне, выражение «сел в галошу» имеет особый, зловещий смысл. Каждый вечер в нарядную. Ха, вот тоже, походу, названится. Нарядная. Какая она, нахуй, нарядная? Скорее, убогая. Куцем дизайном интерьера, смахивающая на комнату студента Раскольникова. Так вот, в нарядную приносят заявки. Заявки – это заявка руководства калошной фабрики на определенное количество творцов материальных благ, то есть ЗК. И тут в дело включаюсь я. В соответствии со списком бригад, я с вечера отделяю их личные карточки с пугающей хичкоковской фоткой, номером статьи, сроком и отрядом бригады. После этого я укладываю карточки производственников в фанерный чемодан. Вот уже вторую неделю я, проспав завтрак, с очумелыми глазами мчу с утра за чемоданом в нарядную. Нужно произвести развод на работу. То есть перекличку. Карточка того, кто проебал развод, остается в жилой зоне. После переклички бригады выстраиваются пятерками и с тройным просчетом пиздует на промку. На промке я сверяю количество карточек с фактическим количеством сыка, и если количество не совпадает, военизированный контролер надзора, или, проще говоря, дубак, взыскивает с меня резиновой дубинкой размером с меч джедая. Пять ударов в область седалища. Такова вековая традиция учреждения. Три удара выдерживаю легко. Последние два уже так себе. Болеть начинают обычно на второй день. А синяки от дубинки – это скорее фиолетовики или багровики. Ну, точно не синяки. Я уже имел шанс их рассмотреть. Бывший нарядчик, суетливый юркий человечишка по имени Бекта, с такими красками разрисовывал мне эту волшебную должность, что получалось, будто лучше нарядчика в зоне живет только хозяин. Ну, может, еще директор промки Мамут. Капитан с застенчивым взглядом потомственного заводского несуна. Капитан галошной мечты – это вам в конец зажравшимся может показаться должность директора галошной фабрики чем-то вроде клоуна. На Манганской области Узбекистана это Эльдорадо – поле чудес в стране с великим будущим. Для сельского узбека основой материальных благ являются «Мощина», «Уй» и «Калиш». «Машина» – это понятно. «Уй» – это не хуй, это дом. А «Калиш» – это галоши. Любит галоши простой узбекский народ. Любит. Хлебом не корми. Галоши. Новые блестящие лаком галоши – это образ жизни. Символ процветания и независимости от ленинградской фабрики «Скароход». Или как она там сейчас? «Ленвест». Не цепляйтесь к словам. Вы слушайте, что дальше будет. А я вот полный лох по жизни, спешу вам сообщить. За 11 дней работы по мне уже три раза прогулялись резиновым джедаем. Перед экзекуцией мне представляют право демократического выбора. Пять дубиналов или водка на обед надзором? То есть давай бабло. За пузырем мы сами слетаем. Откуда ему взяться баблу? Из дома пока никто не приехал. Спиздить в нарядной нехлой. Че, карточки разве? Выбираю дубинал? Это злит надзоров, как будто именно я настаиваю на шпицрутанах. Всю горечь похмелья они вымещают на моей спине. Один только пожилой надзор Мерзаев с седыми, обвислыми, как у моржа усами, проявил человечность и перед тем, как пиздануть меня, со вздохом сожаления сказал. И, эх, хуйня-то они нарядчики оказывается. Вот, перекличку провел. Теперь, пока менты будут несколько раз пересчитывать толпу, можно курнуть. Вот единственная привилегия нарядчика. Можно потихоньку покурить на разводе. Другому кому за это менты башку снесут. Достаю из бушлата припасенный с вечера бычок полета. Первого класса на полет двигает череп с утра по голоднику. И название, наверное, связано с этим неповторимым эффектом. Полет навигатора. Полет над гнездом кукушки. Ха, грустно шутить с самим собой. А больше-то не с кем. С мужиками из бригад особо не пошутишь. Нарядчика презирают. Ментовский шнырь. Ну и насрать мне на их компанию. Велика ли потеря? Большинство их диалогов все равно вращается вокруг слова «хуй», как некий символ эксклюзивности. По их понятиям, у блатных шнырить это достойно, а у ментов нет. Система. Хотя какие блатные я отрицала, могут быть в стране, где президент стер в порошок всю, всю, даже кукольную оппозицию. Сами понимаете, какие блатные. Верно подданные. В отличие от блатных, я не скрываю своей красной сущности. Не играйте по чужим правилам, и выигрывайте. У блотика днем, при свете, так авторитет. А как ночь, так в кумотдел. А я вам не стукач подпольный. Я просто бухгалтер. Крупье карточек судьбы. И нехуй меня судить. А вообще, погано, конечно, стоять одному перед целой толпой, которая тебя ненавидит, и выкрикивать им в морду их корявые фамилии. Бешбутаев-караболта! Это Анметанов-пропамбутанович! Тьфу! Тоска. Никакой поэзии. Кто-нибудь из вас в детстве мечтал стать нарядчиком? И вот спрашивается, нахуй я начал права качать? Как хорошо было в библиотеке. Все ебанутый мой характер. Вечно доведет до головников. Курю, бычок полета без фильтра. Ежусь под злобными взглядами. Думаю, за жизнь. Ой-ой-ой, блядь, проебал. Последняя колонна выходит. Чуть запизделся я тут с вами. Ща ворота закроют. Останусь с моими колодами, крапленными на жилой. И тут уж пятью дубарями не отделаешься. Бегу он! That gold is gonna be my That gold is gonna be my I'm missing in my hand Gonna get it where I can Oh, William had a stash of gold Oh, William had a stash of gold Gold is gonna be my That gold is gonna be my A pistol in my hand Gonna get it where I can Oh, William had a stash of gold Oh, William had a stash of gold Oh, William had a stash of gold Oh, William had a stash of gold